Предприниматель Игорь Хавторин считает, что политическая активность в этом году была сведена к минимуму. Из-за этого достаточно сложно выделить положительные моменты. Динамику он отметил во взаимодействии между прокуратурой и городской администрацией. Оно стало прозрачным и публичным. Наконец-то все решается, не как у нас раньше говорили, под столом, а теперь все в открытом, свободном доступе. Прокуратура просто в этом году, скажем так, начала выявлять и указывать администрации на те сложности, на те проблемы, которые возникают. Это положительный момент, так просто и должно быть. В социальной сфере эксперты отметили строительство больниц и образовательных учреждений. Член общественной палаты Дмитрий Чернов и предприниматель Игорь Хавторин считают, что в 2020 году общество стало сплоченнее, чем раньше. Мы видим такие яркие примеры меценатства, которые у нас, допустим, сейчас в Оренбурге происходят, а чего раньше не было. То есть компании, о которых мы там, ну, может быть, и не слышали, люди, о которых мы не слышали, они делают такие там серьезные подарки. А вот особо нигде не пиарясь об этом, не крича, нету здесь никакой политической составляющей. Последнее, конечно, это то, что будет строиться практически, я так понимаю, что на пожертвования и львиной доли на частные деньги будет строиться инфекционная больница. Строительство больницы на улице Гаранкино началось, и оно идет очень большими такими темпами, прям на глазах вот тут растет вот эта вся армада больничная. Знаю, что открылось несколько детских садов в Оренбурге в этом году. Несмотря на пандемию и запрет на проведение массовых мероприятий, в условиях ограничений продолжали работать все культурные учреждения региона. Некоторые мероприятия все-таки пришлось перевести в онлайн, но большинство выступлений музыкантов федерального уровня в областной филармонии состоялись. Удалось провести в традиционном формате и кинофестиваль «Восток-Запад» классикой «Авангард». Также в этом году завершилась реконструкция исторического здания областного театра «Кукол». Все, кто посетил, уже успел посетить наш театр, остаются с восторженными отзывами, потому что театр преобразился кардинально. Появилось шесть подъемно-механических механизмов, которые трансформируются в процессе подготовки к спектаклю. У нас обновились гримерки, у нас обновилось полное сценическое оборудование и звуковое, и световое, и видеопроекционное. Больше всего положительных моментов эксперты назвали в сфере благоустройства. Среди позитивных событий снос недостроя и создание новогоднего городка на площади имени Ленина, реконструкция парка железнодорожников и завершение четвертого этапа строительства набережной. Также урбанист Виктор Богданов отметил, что 2020 год запомнится гражданским активизмом. Никогда еще не было кривейческой активности, когда есть экскурсии на любой вкус, авторские, целые коллективы занимаются, конкурируют друг с другом. То есть такая индустрия выросла, когда какой-то вроде бы обычный кирпичный дом 20-19 века сносили, никогда такого не было. Защитной такой деятельности, активизма, с ледкой тоже, целые флешмобы люди проводят. Виктор Богданов отметил, что Оренбургская область выиграла три гранта на благоустройство мест отдыха в Бузулуке, Орске, Бугруслане и Солилецке. В 2021 году на Советской может появиться новое общественное пространство, а на улицах города долгожданные велодорожки.